Друзья, всем привет! Сегодня 5 вересня и третий предфинальный раунд чемпионата «Принесдесгольфа» 2021 года. Сегодня мы признаемся и мы на чемпионе украинских трех дивизионах в Open, FPÖ и в Адвансе. В конце раунда мы вам покажем все финальные таблицы и обговорим результаты Украины. Сергей Артемчик, сегодня мы сможем посмотреть на Майстера Форхангера и Олександр Кобра-Лапчук. Только посмотрите, стильок. По техническим причинам запись раунда начинается с корзины номер 6. Мы смотрим результаты предыдущих корзин. На второй корзине, к сожалению, почти все набрали боги, кроме Миши. Миша прекрасно сыграл пар, Сережа Артемчик сыграл, к сожалению, дабл боги. На третьей корзине только Олег взял боги и таким образом у нас, в общем-то, только красный цвет на нашей карточке, к сожалению. Это давит на игроков. А на четвертой корзине? На четвертой корзине все справились нормально. Крим, Лапчук, Кажаль, для кого очень большой рахунок, три боги. Сейчас мы ждем, как мы справились в следующих корзинах. И на пятой корзине, бачим, все зношники нормально заиграли. Все-таки статус через карт, как бы, у Миши Берди. Первый Берди. И мы пришли к нашей любимой корзине номер 6, которая базово, каждый из игроков считает, что это корзина на Берди. То есть наша группа сейчас находится почти вся в редзоне, и каждый из них хочет улучшить свой результат, особенно Александр Лапчук, который со своим дабл паром на корзине номер 4 приходит в очень тяжелом настроении. Да, конечно, потому что все-таки шанс потратить, навыть в прозвольную трейку, еще остается у всех. Миша первый. Ровный, хороший бросок. У Миши хорошая техника бэкханга. Он достаточно стабильно кидает далеко и ровно. Первый форханг от Сережи. Да, ну, мастер и мастер. Сегодня мы побачим очень много форхангов, он кидает, по-моему, 95% всех своих кидков форханг. Олега тоже классный тишок. И Саймончук, что у нас? Все в порядке? Ну, чуть-чуть не было. Мы закончим историю 3-4 и далее будем нормально. Слишком большой хайзер, мне кажется, для этого броска, для этой позиции. И Олег чуть-чуть далековато находится от корзины. И Саймончук, ну, классика, альтимата, как перенес на бейсгольф, шикарный флекс, высокий, недалечко от корзины. Саймончук. Далековато, далековато. А нет, противополучий. Прекрасный робот корзины, гир, однозначно все поверно будет обьохнуть. Миша. Он теодонтарный апшот, только драйвов максимально далекий. Ой, она чуть-чуть не долетает. Тоже обидно кака. Да, низко, низко, не хочется никогда промахать. Краще, звичайно, повеще, дать диску подбільше шансов получить корзину. Вот, вертаемся на правильный шлях и Берди. Нужное решение Берди. Берди. Берди, Миша продолжает. О, отлично. Вроде бы никто не набрал очков. Вроде бы вся группа сыграла на пар или лучше, что уже неплохо в нашем деле. Давайте посмотрим на счет. Да, действительно, Александр выходит из своей тяжелой ситуации. Миша усиливает отрыв, он выходит в лидерскую позицию. Сережа и Олег, ну, не нужны совершенно им эти боги. Но, на самом деле, они дают возможность даже гравцам из третьей или четвертой карты подтянуть и занять высшие позиции, потому что конкуренция сейчас очень высокая. Это точно. Кроме того, следующая корзина также такая, что может изменять расстановку сил на всех карточках. Одна корзина. Вы знаете, учащие лаги. Итак, 140 метров, два технических хитка. Сейчас один из всех, кого вистачит концентрации на 100 грамм. Кто будет начинать? Наверное, Миша. Да, действительно, Миша начинает. Первый бросок идет достаточно высоко. Посмотрим, что произойдет. Ну, здається, все-таки лимбер решим атакувати, чтобы мати шанс зайти таки в природу. Тому это правильно решить. Красивый форфант. Аккуратно к оператору. Так, вижу, аккуратно сходить форф. Правильно. Так, теперь уже вымеряет свой форфант. Ну, мне не кажется, что все удалось. Висковато, висковато. У него есть... И линии. Олег, какой бросок у Олега? Максимальная, мне кажется, дальность. И падает просто перед оператором. Просто с космосом. Смагируется в идеальную точку на фейернете. Да. Как вы уже рассказывали, его рынки красивые титки на Новый Род. Сейчас он сильно выряет. Вот прекрасный кидок. Тайм повертается вновь. Хороший форфант. Но чуть-чуть не туда. Конечно, дерева много, но эта корзина вважается одной из найпихлищих шахатусов. Как вы ультиматорская техника, вы видели? Я думаю, что вам, друзья, рекомендую обратить внимание, насколько сегодня операторская работа интересуется не в первую игру, а в первую игру. На опыте. На опыте. Если ты в космос, значит, он будет в карте. Хороший настрой. У нас на всех карте. Серега Шарис хорошим настрой. Да. Имя Серега равноценно хорошее настроение. Олег закрыл. Молодец. И это же Бёрд для него. Да. Был пин-кист. Нижний Глент, Доллос, постражданка, но все-таки пар. На секунду не про красный рахунок. Да. Саня вертается в группу. Молодец. Бёрд для педря. Молодец. Сел же. Доволен, доволен. Сел же. Серьезная заявка. Серьезная заявка. Все-таки такие стилёв комбатцы. Фух. Огонь. Просто огонь. Вообще, мне нравится. У группы в целом позитивное настроение, несмотря ни на что. И мне кажется, борьба только начинается. Мы посмотрим очень много интересных. На початку, когда мы включились, было больше червоного. Теперь вот. Знайдет подорожки. Наши любимые кардинал номер 8. Так. В первых двух рахунок мы бачили, ну по суті, 8 классных T-шот. Сейчас мы поднимемся, может быть, эта группа сегодня круговая потратится. Как я понимаю, что на высоких карточках для игроков си такого уровня, это уже не проблема. Проблема, как правило, начинается на другом питочке. Все-таки накидаем на острый пиел на этот пиел. Да. Кобра стайл. Ха-ха-ха. Ну, вот, бачим. Мастер изменился. Писатько. Классный герди. Да, да. Есть большой шанс внутри пиел. Олег показывает дистанцию. Шикарный, шикарный пиел. С такого места это уже можно на китренджер. Миша очень стабильный, красивый тоже. Смотрите. Тоже хорошая позиция. Ну, для беккерна, звичайно, это киелок набагато легче. Зараз поднимемся, как... Мастер Форханда покажет нам. Какой же шикарный пиел. Трошки задевает. Да. Протео, это рабочая позиция. И логично 4V выбирает. Простых четыре, завязь высоких игрочных. Сложных шей, да? Ну, на жаль. Саша. Так, к сожалению. Атаковал. Потому что выделил несколько китратов. Да. Рисковал. Рисковал и не рассчитал немножко. А вот Миша, вроде бы, кладет на... Рисковал. 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 А где же диск? Он на сейле, но на той стороне от острова. Это хорошо. Олег. Олег, молодец. Прекрасно. Смотрите. Первый бэкхенд-располнение, Сережа. Первый. Шауден Рыбки и Сыр на курсе. Сережа бэкхенд. Нахабиша не рассказывает. Нахабиша не рассказывает. Нахабиша не рассказывает. Как вы это делаете, я не умею. Вот корзину. Так. Идеально. Можно раз буду ему показывать на сейкидок? Видеопроб, так сказать. Но! Ай, какая атака. На бёрде была атака, да? Олег? Олег! Это был шанс. Это был шанс на бёрде. Да. Пат, к сожалению, подвёл. А вообще, так говоря, шёл на бёрде действительно. Ну. Давай, Миша. Что такое? Да. Это бонни. Ребята, вообще атака была на бёрде и... Так. Это ризит своей корзиной. Если ты атакуешься далеко, будь готова к тому, что ты сможешь откатиться или откатиться. А вот Серёжа со своим первым бэкпендентом в жизни. Да. Но Серёжа сделал так. Молодец. Молодец. Хорошо. Сложная достаточно корзина. Позади. Чуть-чуть у нас опустился в своём результате Миша. К сожалению, Саша немножко обратно дарнул вниз. Но ребята, Серёжа и Олег, выдержались. Девятая корзина. Самые прямые руки. Так. Надеемся, кто сегодня сможет реализовывать одну из наиболее простых корзина курсов, которая просто переподвигается. Просто прямо. Ни как их обильно, мандаторы. Ничего. Просто прямо. Попади. Ну прямо. Надеемся, мабуть, будут три прямых бэкпенда и один флэкс-форд. Обязательно фортом. Мы должны увидеть обязательно фортом. Ну какой Олего красивый бэкпендент. Пролоку дерево. Да. Это бёрдзи позиция. Так, однозначно таки. Ну и Форхан, мне кажется, как слишком пошел вправо. Даже оператор не справился с таким... Ничего, зловим. На жаль, просто забагато терна. Это будет легкий пак. Ну, далековато, далековато. Я думаю, что у нас... Ай-яй-яй, задел. Звучайно, в деревьях попадают больше половины героев в своих китках. Мы рассчитываем сейчас на два пары и два бёрдди, кто-то показывает сцену. Какие вот эти пары? Или один? Всегда нам хочется побачить бёрдди, особенно на таких... на таких корзинах, как... А нет, наверное, на два пары и один бёрдди. Очень далековато. Хотя... Нет, нет. О-о-о... Ну, у Олега две корзины итериак, на жаль, супервыгодных позиций подводит пат. Надо потренировать патом. Ну, Лапчук показал. Сверху вниз... Очень сложная позиция. 10 плюс метр — шикарный бёрдди. Да. Тогда у нас получается три пара на этой корзине и один неожиданный бёрдди, да? То есть мы думали, что Олег скорее сделает бёрди после первого броска, да? Но получается так. Неплохо. Лапчук молодец. Отпоёвывает. Шаг за шагом отгрызает эту позицию. Да. Карта у него не такая, чем она. А Серёжа надо что-то сделать. Мне кажется, он немного расслабленно играет. Надо подсобраться. В общем, ну пора, пора. Много месяца разыгрывается. Вот. Десятая корзина. Так. Десятая корзина. Знову ж таки. Форхенд, бэхенд — дві опции. У гэпсев есть только непосередине. Значайно, посередине — великое дерево, которое нужно обовязково обойти. Зачипать дерево, и ты скорее всего дивишься на одну свою карточку. Давайте. Начинаем играть эту десятую корзину. Посмотрим. Первый у нас бросает Олег. Лешний бросок. Бум! По старой схеме. Узи сиенов пар. Нормально. Для бёрдей — так вот. Ага. Саша кидает. Трошки забиваю юмку. И мы будем поздравить дальше. Мастер форхенд. Как дела идут? Ну дистанция хорошая. Прекрасно. Далекий пат, а лэ пат. Ой, Миша, ну… Нет. Нет. На пар, наверное, надо заходить. Да. Ну, насправді, позиции… На пара есть, понимается. На паре. Дуже важно находиться. Да, я думаю, да. Это, конечно… В другом раунде мы бачили. У Олега… Намагался через ялинки прокидати. Протеция закинчивалась. Боги. И дабы Боги. Да. Раще не разобрали. Да. Два были у нас броска только что. Берди Киз такие были специфические. И вот мы смотрим закрытие козина на пар в группы. Да, нет проблем. Здесь спокойно решает Александр. Олег. Давай спокойно тоже. Да, все в порядке. Ну, я думаю, для певности добрый, что забыл. Такий пат. У нас у него был 2-й ряд ненабогато довших. Не треба забывать. Да. Ну, парфрейм. Есть парфрейм. Дела идут неплохо. Можно спокойно играть следующую корзину. Она достаточно. На жаль, спокойно и не можно играть. К сожалению. Трипл-мандо. Воно у тебя в голове. А не только в кривых ручках. Да, да, да. Трипл-мандо решает, конечно. Подивимся, кто захочет. Стратегии. Кто захочет ризикнуть. Все-таки. Бердинг на этой корзине. Я бы сказал. Автоматом. Наближает тебя до лидеров. Поднимает вверх по таблице. Потому что большинство игроков играет. Або на сейф. Або на богу. Я думаю, что тогда эта группа скорее будет играть на сейфе. Только скорее Миша лискнет на гордину, мне кажется. Но посмотрим. Первым у нас будет бросать Лапчук. Да, я знаю. Может. Один из участников. И, наверное, он и подавал на... Клубу приймать рук. Да, да. Хороший вопрос. Проходим. Олег. Олег. Ну, высоковато. Просто падать. Не послушался диск. Подивимся на решение группы. Важно сказать просто. Миша атаковал, но куда-то ушел в куст вправо. Да. А Дашка Миши. А Дашка у него, насколько я знаю, уже просто старенько. Я думаю, что мало кто за матовый кэш. Красивый как, а? Да. Ну, для Маста, Форханда... Не проблема. А еще ультиматов с кэш. Я наслаждаюсь, конечно, глядя на это. Красава. Два простых пятка. Да. Это с друг зоны бросок был. Да. Все-таки высший матовый кэш. Да. Единый реальный шанс на бёрдину. Почему? Вот у Миши реальный шанс на бёрдину. Это тоже, дорогой. Это был бёрдин Кит. Ну, далекий папы. Ну, пар, что неплохо на этой корзине. Случайно. После нитканого атаку пар, это не погадится. Пар. Так, брать. Да. Забыл. Да. Ну, окей. Все, в принципе, решаемо. Все в руках, ребята. Но я хочу напомнить, что сзади у нас есть другие атакующие игроки, которые очень рассчитывают максимально улучшить свои результаты. Так, конечно. Хочу сказать, что я там поджимаю трешки. Поджимаешь, да? Да. У меня достаточно зеленоватый раунд в 7-м году. Посмотрим на финальный таблиц. Что происходит? Да. Ну, переходим до вашей группы. Домоганская корзина. Також можно атаковать. Бёрдинской корзине даст шансы поднять сопернирную позицию. Я думаю, для тех, кто хочет занять пристойное место в загальном чемпионате. Атаковать не нужно просто. Лично для меня это довольно сложная корзина для Бёрди. Некоторой техники мне не хватает, чтобы это сделать. Но мы посмотрим, как ребята справятся. Хорошо. У меня вот достаточно, на самом деле, всегда были прямые броски. И вот в очередной раз мы видим вот такой классический прямой бросок. Да. Серёжа своим очень интересным форхендом. Классический кидок. Да, да, да. Очень тоже его профессионализируется. Чуть-чуть высоковато. Хотя, мне кажется, хорошая должна быть ситуация. Далеко. Далеко. Якщо не переключаться, это одна из кращей позиции. Так, по специальности позиции. Миша прикидка в прекрасной зоне для высокого хайзера. Отлично, что мы сейчас и видим. Vadbabаем, кальше. О-го! Все красиво. И это может быть поруч. И это красиво. У меня получается, было только самих делений. Хотя это может быть с одной стороны обращайтесь share in light吗? Ух, смотри какой бросок тоже. Взмывает в небеса просто эти броски. Вновежав准mek. Нав כל Checke, Master hey, bass. С этой психикой. Вы бачку? Уважается. Уважается. Друзья. Олег. Ой-ой-ой, опять пап. Серёжа. Какая красота! Вы видели это? Два прекрасных порхана. Хороший пап. Какая красота. Это был Бёрнин. Так, Олег закрывает пар. Чуть-чуть не хочет. Смотри, топ-ин практически. Топ-ин в Бёрди у Миши. И топ-ин в Бёрди у Саши. Вот это пацаны вообще ребята. Так, на такой корзине старфейнбов и максимально круто на самом деле. Но и так приятно смотреться. Да, очень красивый результат. И у него очень понравились два топ-ина. То есть это фактически была прекрасная игра. Лучше не придумаешь. Хороший вид из Саня Лапчука. У него теперь остается плюс один. Хоча еще недавно было. Ого! 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 Да. Ну а наша новая корзина. Оби справа. Туда не надо. Кусты слева. Туда не надо. Вона просто перед тобою. Вона вымагает... Нет, не просто. Слева оби справа. Вона вымагает первую. Дуже классную. Вот. Вот это решающий бросок на этой корзине. Надо оказаться в довольно узком пространстве. Положить туда диск. Это такой... На точность. Игра на точность. Давай, Саша. Скажи нам. Майстер игры на точность. И вот смотрите. Практически идеальный бросок. Было очень красиво. Проте трошки билки не отримали. Но все одно есть. Рисковато. Високовато. Идеально. Точка на фейервеи. Это... Ух. Какой хайдер. Я думаю, после первых двух раундов, когда еще не вдавалось отримать классную позицию, он просто решил максимально не рисковать. И высоким хайдером играл. И очень пристойно играл. Из кустов кидал Лапчук. Ну, это игра просто. На пар. Нужно занять. Вынужден выходить в стопную позицию. В пар уже давно. Сережа. С очень интересными вот этими своими углами, поворотами. Не знаю. Не знаю. Была идея в том, чтобы просто борьбу попасть, разруковывать на то, чтобы диск проводить. Ну, подавим себе. Миша уже сделал два броска, а Олег только делает второй. Уже три. А, уже три. А Олег только делает второй. И смотри, как положил диск. Рядом. Молодец. Два хороших бросков он сделал, да? Ну, Саша тоже. Ну, Саша тоже. Можно забыть через руку. О-хоу. А вылаживающие давали. Так. Миша закрывает на пар. Неудачная первая позиция под первого броска. Олег. Надо брать бёрдер. Олег. Олег. Браво. 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 Это очень важно. Это место заходить в этот короткий пат. И сразу. И сразу. И сразу. И сразу. Так. Ну что, у нас получается… Левой рукой у нас. Да. Левой. А у нас группа поменялась местами. Это Олег. Это Миша. Эти два игрока кидают достаточно далеко. А у нас прямо кидают сами вообще. А прямо сами. Да. Есть флэкс форхенд сервер. Зараз мы подивимся, что зиграет кращий. Да. Ну а давайте. Первый начнёт наш бёрдермен Олег. С его дистанцией. Высоковато, мне кажется. Трошки не хватило тёрно. Высоковато. Надо было больше флэпинг. Прямые руки Александра в этот раз. Я всё-таки думал, что там хайсера не махнет. Максимально ризикова линия. Но это далеко. Флэкс форхенд. Ооо. Ну. Ооо. Так это почти фарковано. Вся красава. Вся красава. А Миша? А мне кажется, вот это лучшая высота, чем была у Олега, да? Да. Фаркался на фидок, середустроер, болтбитер, хайсер и просто фаркался. Там 167 грамм. Что там? Диспо. Так. Ну, Олег и Саша вынуждены подбрасывать под корзину, а Серёжа делает атаку. Ну, Серёжа, шо скажешь? Тебе было ливой рукой, это неправильные грузы. Всё было классно. Ошибка, ошибка. Правой рукой ошибка. А вот Миша молодец. Да, Миша просто. Это шикарный. Это очень приемный бёрдинг. Да. Это бонус бёрдинг фактически. На этой корзине не так просто сделать. Ну, с другой стороны, группа идёт без ошибок. То есть ребята делают пар, пар, пар. Вот внутри корзины видим хорошие. Так, вышли заспать на очень хорошие. Выгрызут все. Не знаю. Мабуть все. Открыли телефоны и посмотрели на Метликс. И зрели, что с третьей, четвертой карты. Мабуть кто-то их поджимает. Нет. Я следил. Никто телефоны, ни правой руки. Только тот, кто вывел счет, вносил результаты. Так я смотрел. Да, группы. Перед нами пятнадцатая корзина. Мабуть вычули, что горят в ухо. Это на бёрдинг или не на бёрдинг корзина? Сегодня меньше витрена погода. Я бы сказал, что если хочешь займать позицию покраще, атакую. Это позиция для Петра. Хорошо. О, тут переди вам привет Саймону. Natural appreciation moment. Саймон, ты звук. Наверное, ключ, звичайно, но что-то скрилатый. Я так понимаю, что игроки собираются как Саймон. Я Саймон Лайн. На этой корзине. Посмотрим. Надеюсь, что будет так. Саймон так. Саймон так. Вроде нормально умеешь, Олега чуть-чуть вправо, мне кажется, понесло диск. Но с одной стороны, а с другой стороны… О, я думал, дистанция подпадет. Да, дистанция подпадет. Что-то повал. Тут Таша. Прекрасно. Видишь? Ну, высоковато. Высоковато. Наши сложные линии. Куда-то занесло вправо. Да. Вот, собственно говоря, Сережа первый бросает. Смотрите, какая прекрасная погода сегодня. Марки. Сильная. Я кого-то еще. Погода огонь. Видишь? Какой бросок хороший. Шикарный далекий кидок на самом деле. Аж далекий. Проте позиции все-таки есть. Олег, давай, давай. Еще немного. Ну, видно, что из попереднего дня хлопцы відпочивали нормально. Да, силы много. Раунд закінчивается, дистанция летает далековано. Ну, это просто кидок. Да. Атака. Смотри, это была атака. Уф! Это была хорошая. Красивая. Олег. О-о-о-о! Наконец-то. Мы видим два. Мы видим, что он побег до грузины. Видно, что хотел забить после трех забитых простых паттей. По голу. Ты посмотри, как заехал он туда. Еле заскочил. Вильные эмоции. Вильные эмоции. Вильные эмоции. Вильные эмоции. Сегодня мы связали Александр Кобрович. Вильные эмоции. Вильные эмоции. Вильные эмоции. Но тут не знаю. Сегодня он заходит неплохо. И он выходит даже в нуль. Наконец-то. По раунду. Наконец-то мы видим два игрока, которые выстрелят в пар. Это прекрасно. Только Сережа отстает. Ему надо собраться. И Миша, к сожалению, с минус 3 ушел на минус 2. Я не понимаю, как так. Ну, еще есть пара корзин, где можно... Отыграть. Где можно... Отыграть. Вот. Шестнадцатая корзина. Здесь точно это будет. Один из самых простейших. Один из самых простейших. Один из самых простейших. Конечно, хочется посмотреть серию. Будем пропортировать форфендом. Но для всех... Для решти трех градусов это... ...сезон, где они хотят сейчас покрасти себя. Все должны. Все должны. Все должны делать здесь бёрдни, мне кажется. Посмотрим. Первым у нас будет бросать Олег. С его дистанцией. Мне кажется, что это должна быть проблема для него. Высоколадка. Прекрасный хип-ап. Хотя... Хотя нормально. Мне кажется, отличная позиция. Удобно. Ваши позиции. С вашей позиции. С почти меньшей выборки в карм. Да. И тоже хорошая позиция. Вот он форхенд. Как интересно линию, Серёжа, выстраивается на фортнике, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Я боюсь, что это идёт на линию Би. Алтиматорская школа подброса. Далековато, кстати, для атаки. Но... Ой-ой-ой. То, что прошло на корзине 15, не прошло на корзине 16. Парсейп, ребята. Это парсейп. Молодец. Олег. Давай. Ай-яй-яй. Ушла удача 15-й корзины. И у Олега, и у Саши. А это был пар. Группа у нас была. Да. Так. Все взяли в пар. Финиш на прямом справе уже. Починается. Завершается до конца чемпионата. Три корзины. До конца чемпионата всего лишь три корзины? Да. Так обидно. Хотелось бы, чтобы этот проект не пробил. Все с нами. Для кого праздник? Для кого я работа. Хорошо. 17 корзина. Это, наверное, на пар? Обычно так? Наверное, хоть 90% гранцов играют на пар. Максимально тяжкая корзина. С очень приятной темой. Бачимо. Бачимо, что хлопцы завершили сейчас силы. И они готовят вот так. Новая позиция для съемки этой корзины. Не со спины. А спереди мы видим, что Олег немножко попал все-таки в деревьях. Коротковато. Саша. Интересно. Видимо все неплохо идет. Снова ударил. Ага. Вот он, мастер-кортер. Да? Так. Ну далековато. Далековато. Корзины. А что у Миши? Так. Бачимо, что оператор занял идеальную позицию, потому что 34 китки полетели в дерево. Это прекрасно побачили. Да. Наконец-то мы точно знаем, что с ними происходит, с этими дисками. Потому что обычно, когда кидаешь стежки, непонятно. Вот чего? Вот вроде бы все правильно кинуло, но не так. До речи, ну, мне не легче. Но не хочет собрать боги на эту корзину. А что ты скажешь? Совершенно неважная вещь. Не простая. Так. Здесь все хорошо. Хороший, впевненный пат. Все правильно. Достаточно дистанции. В метрах шесть, мне кажется. Олег. Ну очень далеко. Давай туда далековато. Олег. Миша не проблема. Он, кстати, достаточно конфиденцированный. Метров семь, восемь. Он достаточно спокойно делает паты. Но Олег сделал себе, необходимо сделать еще один бросок. Ну да. Все трудились. Народом есть там. Бонди. К сожалению, да. Ушел из нашей любимой зоны парк и лучше. Ну, при нами пока что карта грает в загальному плюсу дырза. Четырех. Наверное, для того, что мы бачили вчера, когда хлопцы закончили плюс 13-14. Да. Да. Мы понимаем, что сегодня заслужено. Чейз карта. Все играли на чейз карта. Так. Две корзины до конца. 18 корзина. 115 метров. Подивимся. Знаем, что Миша мает еще шанс за топ-3. Подивимся, что он будет максимально агрессивно атаковать. И, наверное, дочекается помилок от игроков, которые выше этой группы. Первый бросок. Ага. Ну, жить можно. Жить можно. Ну, это хорошие кидоки, что развиваешь. Сделать спокойно. Ой, ой, ой. Ну, вот как-то... Нет. Что-то... Скоро, то КТО все будет не наилегче. Сболил немножко пусты. Так. Видно было, что Миша все-таки хочет атаковать на берге. Но, как-то, великое бажание часто бывает на найкрашем результате. Тоже далековато. Вот далеко ставить Сережа. Теперь ему надо выходить сквозь эти березы. Величезный. Величезный форхан. Високий. Добавить хороший выбор кидка. Да, но за напрямую высокий форезный. Не не саша. Так, подброс от Олега. Саша. Ну, тут простая ситуация, в принципе. Все контролируем. Сережа делает уже третий бросок. Ну, справдно, это еще просто. Четыре и рубки. Абсолютно. Такими темпами мне кажется, что Сережа потихоньку выбывает. Это из возможности сыграть. Ну, так. На найкрашем раунд. По-моему, было сегодня краще, чем вчера. И Роксиестра и Четвергин будет на пятый раз. Точно поднимается выше. Да. Да. Плюс три у Сережи. Плюс один у Олега. Минус два у Миша. И Лапчук играет на парк. Ну, что. У нас остается последняя корзина для нашей группы. Корзина номер один. Эта корзина с шансом на березы для каждого из игроков. И можно улучшить свои результаты. Посмотрим, будет ли у нас в группе больше минусов. Так. Останний шанс, насправді, подняться на позицию выше. Если такая возможность будет над нами. Это моя литка. Знаемо, что там также. Дуже серьезная борьба. Очень серьезная борьба. Расскажем чуть позже. Ну давайте. Уделим внимание нашей группе. И сейчас, ребятам, конечно же, нужно поприветствовать друг друга. Перед последней корзиной. Долгих 54 корзины. Вот она остальная. Последний тишот для Саши. И очень неплохой. Анхайзер. Хорошая позиция. Миша. Ох, какой бросок. Мне очень нравится, конечно. Довольно стабильная техника, если честно. Молодец. Олег, покажи дистанцию. Супер. Красоташа. Да. Дуже красавец. Я люблю робер-стайбл-диски. Бачим, как оно выривняется. Иначе, как оно... Терн. 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 А вот эта дистанция на фортинге. Ну, коротковато. Какой угол красивый, контролируемый, да? Да. Володь Катров все таки можно бывает. Супер до корзины. Может быть дальше. Хорошо. Росток в оператора. Оператор выжил. Миша. 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 Было бы обидно. Почти положил под корзину, кстати, Миша. Прекрасно. Ооо. Мы видим двух лимичей рядом. Прекрасно. Два обшота. Должно быть. Техника из ультимата. Это был даже не бросок в корзину по метрам дискорфика. Ай. Да. Ну, это на пар. Ну, в принципе, на пар. Почему нет? Да. Ну, все таки у нас два городца таких закинчат. Я в певне с Берди. Браво, Миша. Браво. Да. Хорошие такие все раунды. Все таки после двух первых раундов я думаю, что он был задоволен. Нет. Ну, вчера в вечере беру смысл. Важливо, то, что дневный план на третий раунд. И бачим результат. Да. Это хорошо. Саша сделал тоже, кстати. А, это был нападок. И сейчас мы перейдем до зальной таблицы чемпионатов. Посмотрим, какие вообще результаты. Итак, что мы здесь видим? На первом месте у нас Дима. Дима Герашенко, который второй год подряд играет чемпионат Украины. Витаем его сцин. Очень серьезную борьбу навязала Демиан. Дела шли до последней корзины. И все решилось фактически на последней корзине. Фактически на последней корзине все решилось. Была очень серьезная борьба до самого конца. Один из самых сильных игроков Украины. Богдан Алексеев. Он же Ботик. Он сыграл чуть-чуть ниже своего уровня. Буквально пару месяцев тому он впевнено выиграл Киевский опыт. Конечно, трасса была немного иначе. Но, может быть, ждал немного больше. Но третье место также. Престойный ряд показатель. Да. За четвертое место боролось на самом деле достаточно много игроков. Многих из них мы видели на наших видео и в первом, и в третьем раунде. Очень многие рассчитывали, но никому не отдал четвертое место. Сережа Дондаренко заслуженно молодец. А вот Миша выиграл. Так. Миша начинал день на 7 позиции и выиграл 3. Висновки после первых двух раундов он сделал. Что показывает, что психология очень много чего решает. Мы поделимся на гравцов, которые играли на карты, которые мы с вами смотрели на видео. Сережа Дондаренко с пятого опустился на 11-е, на жаль, место. Наш Юрий погуляет, мистер Вокинг. Також залишился. В серединочке. То есть минус не, не стартнув вверх. И я только речевый також. Он играл в середний раунд. Но знаю, он играл на одной карте. У них не пішли пати, на жаль. Что ж, бывает. Також треба згадати про Рубима Муцца. Який грає буквально. Ще, мабуть, и року не грає. И уже займає место повище таких вон бизонів, которые играют уже 3-4-5 лет. У нас два Александра там разом в турбинной таблице подряд. Да. Я бы хотел сказать, что у Александра и у Александра, а мы говорим сейчас про Романенко и Руточняка, не так пошла игра, как может быть. Они играют на много более высоком уровне. И не показали свои возможности. Возьмите за волну. Через рік, что мы побачим в вечеринку. Також хорошо об Олександра згадати. У Александра Карбунара, Киїз, проїхав Сранківська. Також, здається, перший чемпионат Украины. Також нормальный результат. Хорошо. Давайте перейдем посмотрим, что происходило в телевизионе Open Women. В двух словах скажем, что мы рады, что с нами играли 10 прекрасных девушек. Это вообще украшение чемпионата. К сожалению, в этот раз у нас не было технической возможности сделать видеосъемку их игры. Я надеюсь, что на следующий чемпионат будет такая возможность. И мы посмотрим их прекрасные броски. Это очень напряженная борьба. Я бы сказал, что это просто словом «заруба» называется. Ну, звичайно, мы летаем. Аня Ткаченко, чемпионка Украины. Да. Молодец. Очень достойно. Но и жена Сережи Артемченко сделала прекрасную игру. И, в общем-то, боролась за первое место, но второе место тоже очень хорошо. Так, звичайно. Дуже крутой результат. Звичайно. Такий, как прошлый год, когда мы были на первом месте. Но все достойно. Но все же конкуренция ростает. И надо готовиться. Чекаем на следующий год. Да. Також, надо сказать, что очень приятно, что в этом году у нас в загальном количестве игроков на Чпаде Украины было почти 50 людей. Мы сделали большой скачок вперед. Очень приятно, что в Advanced нас играло еще 15 идей. Очень много молодых людей. Много людей приехало из разных мест. Витаем Степана Ревчука, чемпионов Украины. А в вас. Да, поздравляю. Какие были города представлены? Насколько я знаю, очевидно здесь Киев, поскольку весь чемпионат происходил в Киеве. Какие еще города представлены? Это Луцк, Ивано-Франківск. Я боюсь кого-то заблутых. Кто-то точно не будет. Напишите в комментариях. Да. А был ли представлен славный город Львов? Звичайно был. Моя классическая школа. Коровый игручок. Звичайно был представлен. Показалось нам все красиво. Мы знаем, что в Львове играют. Я надеюсь, что в следующем году мы будем играть в кількости 100 людей. И я надеюсь, что география будет расширяться. Потому что мы знаем не только в Франківске и в Киеве. Мою сподіваться, что стационарный курс будет и в Луцку, и в меньших местах. Хотелось бы и Одессу увидеть. Хотелось бы увидеть и Запорожье, и Харьков, и Полтаву. Пожалуйста, присоединяйтесь к гольфу. Играйте. Это прекрасная игра. И участвуйте в соревнованиях. Так, ну что ж, друзья, будем закинчивать. Спасибо всем, кто смотрел наш супер кавердж. Мы старались, как могли. Напишите в комментариях, что понравилось. Что не понравилось, не пишите. Дизлайки не ставьте. Мы вас найдем. Ребята, увидимся в следующем году. Играйте в дисгольф, наслаждайтесь прекрасным видом спорта. Cheers!